Ну вот, наступил тот самый день, когда пора отчаливать. Очень приятно ехать в чистой машине. Я ее вчера помыл. Это было еще то приключение, непонятно в чем она у меня была. Вся крыша в каких-то красных пятнах, какая-то полукраска, знаете, полукровь, непонятно. И сложно отмывалось, очень сложно. Я там где-то больше часа каждую каплю отмывал, представляете, с крыши. И на капоте было немного. Но, тем не менее, теперь все нормально. Я в чистой машине. Где-то уже через минут 30 я отчалю и поеду в сторону Испании. Вот у меня бензина маловато, и я думаю, говорят, в Испании бензин дешевле. Надо проверить. Может быть, доеду до Испании и там заправлюсь. До Испании 200 километров. А сколько у меня бензика? А у меня она 228 километров бензина. Ну, все как обычно в моих видео. Все на грани. Вот. Поэтому, по идее, ну, как бы доеду до границы с Испанией. 200 километров до нее должно хватить. Ну, не доеду немножко, так что делать. Тогда эксперимент не удастся. Надо будет посмотреть, почем здесь бензин. Я не помню. Во Франции. Помните, Италия дорогой бензин. Монако, Лазурка тоже дорогой. Потом здесь немножечко дешевле. Посмотрим, сколько здесь он стоит. Ну, а дальше, вроде бы, как Испания, Португалия должен быть дешевле бензин. То есть, такой вот эпицентр мы уже прошли по стоимости бензина. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, 95-й евро 707. Вам не видно. Ну, типа 1,7, вот так вот, можно сказать. Стоит здесь, в деревушке, в Клопье. Бензик. Ну, посмотрим. 1,7 здесь. Посмотрим, сколько будет в Испании. Ну, что ж, прощай, Монпелье. Прощай, нет, не прощай, до свидания, я же сюда вернусь. Ох, мне еще предстоит путь серьезный до Португалии. Сколько ехать и ехать до туда. Действительно много. Но в Монпелье я вернусь, чтобы оставить свою машину. В любом случае. И чтобы полететь в Венецию. Как-то так. Ну, что ж. Здравствуй, Рэкет. Что сказать. Опять плата за проезд. Куда деваться. Вот куда ехать, везде Т стоит. Вот у меня нету этой карточки. И я сейчас могу взять и проехать, получается, неправильно. А, надеюсь, здесь нормально все будет. Дадут мне карточку. Потом мне штрафуют. Так, давайте пробовать. Вот. Карточка. Они, так сказать, лоха очередного взяли. И отметили там у себя в базе. Посмотрим, сколько мне будет стоить дорога. Из Монпелье в сторону Испании. Бесплатной дороги здесь нет. Я уже думал, может, по бесплатной поехать. Потому что многие советуют. Говорят, а что ты по платным ездишь? Можно по бесплатным. Иногда, да, действительно, карты показывают, что там разница в 10 минут. А ты, как идиот, платишь, ну, как бы, достаточно, ну, немалые деньги. Иногда там по 30 евро. Вот. Как-то так. Ну, глянем. Посмотрим, сколько выйдет. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что ж, я уже на границе с Испанией, по сути. Сейчас буду платить за дорогу. Посмотрим, сколько это выйдет. Вся история. Ну, и у меня бензо, конечно, хрен-то маленько. Надеюсь, дотяну я до заправки. На заправке посмотрим, сколько там стоит бензин. Но вообще бензин, что-то по трассе, он даже и 2 евро стоил. 1,8, это прям было очень хорошо с копейками. Поэтому посмотрим, как это все будет, если на трассе выходит дороже. Поэтому объективно не оценить это все. Дэкс, а ну-ка. Сколько будет? Ага, это 21,70, да? Ясно. 21,70, 22 евро. И сколько я проехал? Ну, 100 с чем-то километров. Так, сейчас я буду парковаться. И проводить здесь урок. Да провожу. Потому что на трассе хрен-то его проведешь. Все время какие-то свои приколы здесь. Вот вы думаете, только у нас дебилы есть? Дальнобойщики? Нет. Вы удивитесь, может быть, но нет. Французы и испанцы, это тоже дебилы. Посмотрите, вот широчайный плац такой даже, вот именно, это даже, ну, не дорога, это широчайшая площадь такая, где можно 200 машин, чтобы тебя объехало. И вот эти падлы периодически едут. Ну, я занимаюсь, просто мне негде заниматься. Я вот, заправок нет на трассе. Вот ты едешь уже, там, я не знаю, сколько километров нет заправок. Час их не было. И надо где-то припарковаться. Вот я уже, наконец-то, припарковался возле того места, где ты за дорогу платишь. Вот здесь, вот видите, вот человек встал себя нормально, да, на грузовике. То есть, его могут объехать. Я встал вообще возле отбойника. Сбоку. Объезжай, не хочу. Нет. Какие-то вот отдельные дегенераты, хотя, может быть, это наши здесь работают, я не знаю, водилами. Они просто подъезжают вплотную к машине, к моей, ну, просигналят и проезжают, и чуть ли не задевают ее специально, чтобы показать, что ты здесь встал. Но если ты здесь встал, значит, тебе это нужно, правильно? Вот это наша логика. Славянская. Но я надеюсь, если это не украинцы сигналят. Как бы, чтобы... Ну, почему? Почему они просто не могут объехать? Ну, два метра туда и едь себе, вон, оно все свободно. Нет, вот когда вот так вот свободно, они подъезжают прямо и так, что чуть ли не задевают мою машину. Больнюсики. Ну что, я сейчас буду ехать к первой заправке. Здесь самой первой, чтобы заправиться, чтобы доехать вообще до Барселоны. Нашел паркинг, 32 евро за две ночи. В принципе, в том районе, где живет этот человек, который меня позвал, ну, приютит. Не знаю, чтобы он еще был свободен. Там тоже есть нюансы по этому делу. Посмотрим. Ну что ж, еду по Испании. Видите, здесь появились горы. Уже ландшафт другой. Не хотелось бы, честно говоря, попасть под дождь, потому что помыл машину. Она чистая, красивая. Вот. Так что, надеюсь, не попаду. Ну и по бензину на 76 километров у меня осталось бензика. Прикольно, с другой стороны. Немного как бы так... Как немного? Много не дотяну до Барселоны. Но, в принципе, я из графика не выбиваюсь. Такой у меня жор бензина. Чуть больше среднего, но не так, чтобы уж совсем жестко. Когда выключаешь кондер, машина прям едет, как будто второе дыхание открывается у машины. Но сейчас уже в Испании здесь пришлось его включить. Когда утром выезжал, было прохладно, так что он не был нужен. А сейчас уже без него сложновато. Да, и, видимо, и расход будет повыше. Только что заехал под знак такой Испания. Все. То есть, да, то была Франция, там, где я заплатил за дорогу. Там, где я постоял, немножко позанимался. А это уже Испания. Здесь виадук такой красивый. Горы сразу пошли. Как будто кто-то специально нарисовал эту Испанию для испанцев. Вот. Никакой границы нет. Мне говорили, что кто знает, там, типа, штрафы могут собраться. И когда будешь выезжать из Франции, там тебя остановят. Нет никакого пункта, ничего, вообще ничего нет. Поэтому еду дальше, как еду. Там посмотрим. А вообще по штрафам я еще так, как бы-то, не узнавал. Все показывает мне, что бензин заканчивается. Это, конечно, будет контент, что надо. Это если я стану вот так вот посреди дороги, без бензина. Рассказывают, ну, украинцы, что вообще не парятся. Штрафы похрен, говорят. Уже заезжали в Украину, ничего не было. Сколько штрафовали, как гоняли. Ну, я не люблю нарушать, я не люблю, когда у меня что-то висит. Поэтому все вопросы я закрываю вовремя. Стараюсь, по крайней мере. Где же эта заправка? Вроде были, я смотрел на гугл-картах. Уже достаточно близко. Ехал-ехал я по этой дороге и понял, что, видимо, заправки, они все сбоку. Ну, ни одной заправки не было на самой дороге. И решил просто вот так вот взять, свернуть. Туда, куда увидел. Свернул куда-то, хрен пойми, в сторону Жерона или как. И вот здесь вот такая какая-то история. Видимо, это заправка с черепахой. Газоэл А, евро 4.4.9. Газоэл Б, евро 1.99. Это блю, но это для мерседесов, я так понимаю, как эта история. Ну, сейчас посмотрим, будем разбираться. Потому что, видите, здесь какая-то своя маркировка. Газоэл. Что за газоэл? Что это такое вообще? Ну, вот. Я так понимаю, что 1.4 это 95-й бензин. Хотя нет, 1.6 95-й, видите. Ну да, 95-й, видите, отдельно газоэл А, газоэл А. Что это такое? Я уверен, что мне напишут в комментариях, мои зрители 100%, они разбираются. Но я буду вот этот заправлять, судя по всему. Но когда я буду заправлять, попозже. Дело в том, что у меня сейчас урок опять. Вот так вот я еду, понимаете. Уже остановлюсь здесь, позанимаюсь, поеду дальше. У меня после 4-х этот человек меня звал, как у меня тачка. Посмотрите. А цвет, как у моего брата был. Тачан. Красивая. Спешить мне особо некуда. Сколько мне еще до Барселоны? Я сейчас посмотрю. Может, часа полтора ехать. Позанимаюсь здесь. И заправлюсь. Скажу вам, сколько будет стоить. Почти полный бак заправить. Вместе с вами удивимся, может быть. Потому что дешевле. Или как... Не, ну, по-моему, не как в Бухаресте. Хотя, если вспомнить. Тысяча... Ну, да, евро 4 было, по-моему. И полтора евро было в Любляне я заправлялся. Здесь все-таки дороже. Но в Италии, по-моему, было 2 евро. То есть, Италия она, конечно... Ну, я выставил в Телеграм видосик про парня, который попал с девушкой в Италию. И как он реагирует на то, что ему разбили заднее окно. Как он матерится. И, в принципе, абсолютно его мысли сходятся с моими. Вот прям зеркалит один в один. Все один в один, говорит про итальянцев. Вот то, что я в них вижу. Понятно, что он на взводе, но тем не менее. Италия очень странная для меня страна. Хотя она, естественно, красивая. Видите, ну, как красивая. Вот те горы для меня были незабываемые. Итальянские Альпы. Я хочу туда вернуться. Я уверен, там есть еще много таких классных мест. Есть места с адекватными итальянцами. Там, где не дерут в три, дорога, но... Но, тем не менее, осадочек-то остался. Подписывайтесь на Телеграм. Препод от Бога легко найти в поиске. Посмотрите это видео с этим парнем. Он реально вообще смешно реагирует на это все. Злится. Вот, надеюсь, я не буду так же реагировать в Испании. В Барселоне на выбитое окно. У меня окно, если выбьют, это жопа. Ну, очень редкая машина. Кабриолет, эти стекла. Найти это будет сложно очень. Ну, и подписывайтесь на YouTube тоже, если вы не подписались. В одном из выпусков как раз вот... Я хотел сказать, будет. Было, да. Вот сейчас вот до этого выпуска до Барселоны. Как раз выпуск будет там, где я тоже вставил это видео с этим парнем, который матерится на итальянцев. Что по первым впечатлениям по Испании? Ну, красиво, блин, Испания. Испания сразу. Как будто, я говорю, кто-то нарисовал эту Испанию после Франции. Там все так было простенько, я ехал. А потом бац, горы, красоты. Я говорил уже давно еще, что я от Испании вообще ничего не ожидал. Не хотел сюда ехать, когда меня пригласили. А когда приехал, понял, что Испания очень даже неплохая страна. Ну, а дождь все-таки пошел, к сожалению. Так, ну что, давайте пятый заправляем. Хрен нас два, это уже не Франция. Здесь не запускается заправка. Здесь, видимо, надо сначала заплатить, а потом уже заправлять. Так, сказал полный бак. Буду заправлять. Ну, давайте смотреть. Еще у меня на карте там 148 евро всего лишь. Поместится, не поместится в бак. Должно поместиться, здесь же типа дешевле. Даже 100 евро не залилось. Прикольно. 93 евро я должен за бензик. Да, Испания, конечно, встретила. Не знаю, говорят, что дождь это к счастью. Посмотрим, что из этого выйдет. Буду ехать дальше. Ну, видите, 93 евро. Ну, даже как бы, ну, 100 евро было бы, если совсем был пустой бак, по идее. Все равно дешевле, видите, чем во Франции. Странная погода. Видите, как то солнце, то ливень, то дождик, то отсутствие вообще дождя. Очень. Барселона странно встречает. Но у меня два дня, у меня суббота-воскресенье. Посмотрите, солнышко просто и сухо. Конечно, хотелось бы хорошую погоду, чтобы пошататься по Барселоне, поснимать и вам показать, и самому посмотреть. Надеюсь, так и будет. Так, ну, я ехал, ехал, ехал в Барселону, а потом развернулся и еду в обратную сторону. Почему? Ну, потому что залез на этот сайт, там, где продается резина. Ну, как, короче, объявление там написал. И оказалось, что я немножко проехал, буквально 15 километров, то место, где, по идее, эта резина есть, и где можно ее, может, выбрать и поставить. Вот, хочется мне резину нормальную. Правда, там балансировка, не знаю, развал схождения, вроде как надо будет делать в другом месте. Посмотрим, сейчас заедем, глянем, что там у них есть, почем. Интересно ведь, да, почем резина в Европе и какое состояние. И поставим, если получится. Никогда не пользуйтесь, никогда не пользуйтесь картами Apple. Вот, я забыл, что это порнография полная, и опять воспользовался ими. Ехал по гуглу, а потом, ну, как, у меня был адрес один введен, я думаю, так, надо ввести второй вот этот, посмотреть, где он находится, там, где колеса. Вот, вел, и меня Apple повел в обратную сторону, я развернул машину и поехал куда-то в Джерону. Понимаете, где-то я сейчас в жопе полной нахожусь. Нахожусь и, то есть, ввел данные в Google и мне показалось, что то место, куда мне надо ехать, оно находится вообще возле Барселоны. И мне сейчас обратно надо возвращаться и на трассу. И, как бы, вроде едешь и грустно от этой мысли, и как-то так думаешь, что за бред. И кто-то, чтобы поддержал хотя бы. И так смотришь, оп. А здесь вот так вот, видите, знакомые все лица. Как бы ты уехал из Одессы в Европу, а Одесса из Европы никуда не уезжает. И так интересно, знаете, я пишу этой женщине, которая этими колесами заведует. И она такая, ну вы, типа, мы с четырех работаем, вы там не спешите. Я думал, они уже заканчивают в это время. Нет, испанцы. Я снова еду. И думаю, конечно, хорошо, если сейчас я найду резину. Поставлю. Но вот этот развал схождения они не делают. А сегодня пятница, и это уже будет вечер. И вот интересно, работают они в субботу или нет. Скорее всего, нет, это Европа. Это еще и Испания, и в воскресенье тоже не работают. Такое. Но с другой стороны, это все в... Ну, как бы в Барселоне, в пригороде. Там уже не особо развал. Чтобы доехать до парковки, не нужен будет. Это перед трассой обязательно надо будет его сделать. Но в воскресенье я хочу, кстати, выезжать из Барселоны, блин. А как без развала ехать, если никто не работает? Тоже вопрос. Так, ну что, вот этот пригород. Барселона. Такое. Марсельчик напоминает. Сейчас будем искать этих людей, которые... Которые меняют колеса. Я надеюсь, некоторые употребляют их. Райончик такой себе. Вы видели? 1,3 евро за 95-й. А я заправился 1,6. Ну, что это такое? Правильно сказали? Таня правильно сказала, что в Испании дешевле бензин. И это радует. Ну что ж, я вроде на месте. Здесь, скорее всего, никого нет еще. 16,22. Вот мой тачан стоит. Что по резине? Давайте посмотрим. Я уже показывал. Видите, какой протектор. Он, в принципе, еще годится. Можно гонять до Португалии, я думаю, легко. И, может быть, до Монтелье обратно тоже можно на этой резине нормально проехаться. Но я-то понимаю, что потом в любом случае ее нужно будет менять. Поэтому решил заняться этим уже сейчас. И в Испании. Потому что в Испании, ну, как, вроде бы дешевле. Я думаю, что, ну, естественно, дешевле, чем во Франции, там, в Италии. Вы знаете, итальянцы. Я каждый раз про них, когда говорю, улыбаюсь. А испанцы вроде как, ребята, поадекватнее. Так, они здесь с другой стороны обитают, эти ребята. Все есть, все есть. Резиновый рай, посмотрите. Вот это крутяк. Я в Одессе видел много таких мест. И все везется из Европы. Поэтому мне хочется, ну, мне хочется верить, что здесь я смогу приобрести что-то поинтереснее. Хотя вот я смотрю, что здесь изношенный скат. Может быть, это меняли. Вот, ну, вот те сакраментальные 5 миллиметров, они, в принципе, есть у колес. И выбор прям очень большой. Смотрите. Огроменный. Так что, что-то я себе точно найду. Осталось узнать, что почем. Видите, мишка такой, 18, Мишлен. 40, 235 на 40. Ну, вот брат у меня примерно на таком ездил даже на меньше, но на ниже. 225 на 45, скорее всего. У меня даже написано на двери, он показал. Можно такую поставить. Она будет шире и ниже. То есть, ну, такая BMW-шная. Потому что сейчас это какие-то дутики у меня стоят. Вот, а такие дутики мне не нужны. Ну, то есть, они нужны для плохих дорог, но в Европе они не такие плохие. Так что сейчас будем посмотреть, что здесь есть интересненького. И почем. Так, 225, 45, 17. Мишлен. Ну, такие они. Прям низенькие. Прикольно, конечно, но... Чтобы потом не геморроить. Ага. Так, остаток какой здесь? Остаток вроде нормальный. Еще гонять можно. Так. Да. Но Мишлен крутые. Ага. Он показывает 4 за 200 евро. 4 штуки. Ну, это, конечно, немало. Я, в принципе, так рассчитывал. Но, с другой стороны, там же еще вот эта балансировка и все остальное. Это получается по 50 евро за штуку. Мишлена. Ну, не знаю. А это у нас что? Тоже Мишлен. Ничего себе, в круг 4 одинаковых. Ну что, 200 и по рукам. Ну, в принципе, они там в объявлении 80 стоят в среднем. Но это, он говорит, я только из Швеции привез. Три месяца гарантии. Вот только их вытащил. Такие классные. С пылу, с жару. В идеальном состоянии. Ну, не типа будет по 50 евро за штуку. За Мишлен. Вроде неплохо. Тем более, стандартный размер для моего BMW. И все остальное бесплатно. Там балансировка. Единственное, что, конечно, развал схождения надо сейчас еще поехать будет сделать. Честно говоря, я обожаю, когда на машине классная резина стоит. Видите, мне предложили сани китайские. Там за 250, кстати. Но это новое было бы. 250, новая китайская резина. А здесь будет 250, может быть, все вместе тоже выйдет. А может и дешевле. Но это будет Мишлен. И свежий. Он без трещин, идеальный. Ну, запомните, вот такие дутики были. Континенталь. Как бы протектора нет. Куда-то в водичку залететь будет прям не очень хорошо. А теперь... Будут Мишки. Это, кстати, спасибо моему подписчику из Нью-Йорка. Он сказал, так, Юра, ты отложил мне деньги, которые ты должен за машину. Возьми оттуда на какую-то полезную вещь для себя. И я сказал, что резина – это реально полезная вещь. Как бы это еще и безопасность. Поэтому сделаем резину. Я надеюсь, прослужит она как минимум года два за эти деньги. Тем более, будет приятно еще вспоминать, что это резина из Испании. Из Барселоны. А где ты купил на свою тачку Мишлен? Ну, вообще, в Барселоне. Ну, уже, видите, Мишлен стоит спереди. С нормальным протектором. Надо будет посмотреть, какого они есть. И ограничения по скорости тоже надо будет глянуть. Кто-то вам показывал туалет, что на монтажке в Барселоне куда-то. Ну, вот я, наверное, буду первым человеком. Как-то так это выглядит. Здесь даже душ есть. Можно душик принять. Когда-то здесь было даже красиво. Ну, и плитка однозначно здесь испанская. Здесь бабки не ходи. Сомневаюсь, что у них здесь украинская плитка, может быть. Или какая-то другая. Эх. Посмотрел, конечно. Низенько, низенько. Ну, сейчас проедусь, гляну. Если не устроит, то вернусь. Поменяю на другую. Доплачу, если она будет слишком низкая от резина. Машина вообще вся, по сути, вновье. Новые диски тормозные, новые тормозные колодки. Новые амортизаторы. Абсолютно все было поменяно по ней. Для того, чтобы она не подвела в Европе. Ну, вот резину только не поменяли. И радиатор. Видите, тек. Теперь радиатор новый. И резина тоже, по сути, будет свежая. Ну, что я могу сказать. Как-то там столько пространства образовалось теперь. Спереди. Между колесом и крылом. Так это непривычно, честно скажу. Так колеса заходили внутрь. А так они, как будто, как будто она высоко посажена, эта машина теперь стала. Хотя она должна стать ниже. Или это дело привычки? Сейчас посмотрю старые фотки. Да, это она так стоит. Как-то... Маленькое колесо и много расстояния теперь до крыла. Не знаю, может мне кажется. Но это стандартные колеса. Тут написано на двери. Здесь есть данные. И как бы так написано. Если 17-е, вот такой-то размер. 225 на 40... 225 на 45 R17. Выехал на улицу, в принципе, нормально все. Почему-то там казалось, что... Что оно слишком высоко. Там кулак влазит. Но это стандартные колеса этой машины. В принципе, стоит она хорошо. Но те, они были немножечко... Колеса, ну, действительно... Ну, какие-то вот как на автобусе на ней. Реально, как вот такие вот дутики они были. Поэтому это был не особый вариант. Эти колеса... Я думал, что когда я на эти колеса поставлю машину, она станет ниже гораздо. Ну, типа, ниже не стало. Не, ну, нормально. Ну, действительно, это стандартные колеса для этой тачки. Зачем я вообще переживаю? То был не стандарт, но то были более безопасные колеса. Они были прям дутики. А эти пониже. Но я думал, что они будут выглядеть по-другому. Я думал, что машина будет немножко ниже. И вот эти вот арки будут немножко закрывать колеса. А видите, колеса видны. Но, с другой стороны, мне это нахрен не нужно. Если я еду дальше, чтобы у меня давление поднималось на каждом лежачем полицейском, нет. Пусть остаются такие колеса. Еду ехать сейчас развал схождения. Мне этот парень дал координаты. Я сейчас еду туда. Надеюсь, успею. Если успею все сделать за сегодня, это будет прямо подарок Сагбы. Уже могу сказать, однозначно, это то, что руль стал поворачиваться прям в три раза легче, чем раньше. Потому что раньше это было очень сложно крутить руль. Здесь нет нормального гидроусилителя еще в этой модели, как в современных машинах. И это прям была борьба. Сейчас он крутится шикарно, руль. Вообще поворачивается очень легко. Посмотрим, как Мишлен будет себя вести на дороге. Кто-то говорит, что это мягкая резина. Глянем. Посмотрим, проверим. Уже на трассе. У меня еще и руль как бы так немножко било, когда отпускаешь его на трассе. Но мне кажется, это нормально, потому что тут не машина, а картинг, скажем так. Вот эта BMW от тех годов, она очень чувствует асфальт, не как современные машины. Так, ну что это у нас за значок выскочил? Интересно, нехороший. Хоть ничего не делай по машине. От греха подальше. От греха подальше.